Безвечного синего неба 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 они всегда были на роли союзника, то есть на роли римского союзника, на роли русского союзника, потому что они используют вот это вот чужие, силы чужие, энергию чужие, ресурсы и так дальше. То есть они в этом отношении, конечно, преуспевают. Но тут надо сказать другое, что среди армян очень много албанцев, то есть тюрков. Это очень тоже говорит о многом. То есть в середине 19 века, когда была разрушена Кавказская Албания, многих насильно записывали армянами. И вот этим объясняется тот факт, что армяне сегодня говорят, в общем-то, на шести диалектах, и практически вот эти армянские колонии, они, которые находятся и в Америке, в Южной Америке, там, в Северной Америке, они даже не понимают друг друга по языку. То есть, понимаете, как, дело в том, что там настолько все запутано, что говорить об армянском народе, об едином народе не приходится, потому что там слишком много разных людей, в том числе тюрков. То есть, понимаете, поэтому утверждать, что Кавказская Албания, там, или изгинское государство, или армянское государство, это абсурдно. Дело в том, что, когда ты смотришь в совокупности, то ты видишь следы Кавказской Албании на Балканах, ты видишь следы Кавказской Албании на территории Казахстана, Алтая. То есть, все это уже говорит о чем? Говорит о том, что реальность Кавказской Албании, реальность государства Кавказской Албании, она, в общем-то, не подвержена никаким таким переосмыслениям. И то, что считалось языком Кавказской Албании тюркский, это тоже не вызывало сомнений, потому что все документы были написаны на тюркском языке. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.